Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Доброе утро, дорогие мальчики и девочки! Сегодня мы с вами опять будем читать Евангелие. Давайте откроем страницы, на которых рассказывается о том, как Господь Иисус Христос относился к детям. Помните, в прошлый раз мы узнали, как Господь исцелил одного маленького мальчика. Его несчастный отец пришел к Иисусу Христу и сказал, «Господи, приди и исцели сына моего, пока он не умер. Поспеши, он может не дожить до твоего прихода». И, сжалившись над ним, Господь ответил, «Возвращайся домой, сын твой здоров». В другой раз поспешил он за родителями тяжело болевшей девочки. По дороге домой им встретились слуги и сказали, что уже поздно, что их дочь умерла. Но Господь сказал родителям, «Не бойтесь, только веруйте в Меня». И, войдя в комнату, где лежала умершая девочка, воскресил ее одним словом. Господь воскресил девочку, потому что он любит всех людей и нас призывает к любви и милосердию. Господь настолько сильно возлюбил людей, что ради них даже принял страдания и смерть. Возлюби Господа Бога всем сердцем твоим и ближнего твоего, как самого себя. Это одна из самых главных заповедей Спасителя. Кто любит Господа, тот всегда счастлив, потому что он знает, все, что с ним происходит, посылается ему по воле Отца Небесного. А Отец Небесный всем желает блага, всех любит. Но вот к детям у Бога особое отношение. Мы уже как-то говорили об этом с вами. Однажды, будучи наедине с Учителем, апостолы спросили Его, «Скажи, кто больше в Царстве Небесном?» Они думали, что Он назовет им имя Царя или Пророка, но Христос неожиданно для них позвал к Себе ребенка и сказал, «Вот кто больше всех в Царстве Небесном. И каждый из вас, если станет чистым, как это дитя, тоже будет больше всех. А если кто обидит ребенка, продолжал Иисус Христос, тому будет так же плохо, как если бы ему повесили на шею огромный камень и бросили воду». Отцы и матери знали любовь Господа к детям. И куда бы ни пришел Спаситель, старались привести их к Нему, чтобы Он благословил их. Как-то раз людей собралось очень много. Кто-то нес своего ребенка на руках, кто-то вел за руку. Дети постарше прибежали сами. Собралась большая толпа. Всем хотелось увидеть Иисуса Христа и поговорить с Ним. Ученики, увидев тесноту и давку, решили всех прогнать. Им было жаль своего учителя. «Приходите завтра», — говорили они. «Он сегодня очень устал». Им хотелось, чтобы Иисус отдохнул, чтобы он провел в тишине и покое хотя бы несколько часов. Но Христос, услышав, как ученики прогоняют детей, строго сказал им, «Не гоните детей, пустите их, пусть идут ко Мне. И знайте, что только такие входят в Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, не поверит в Него, как ребенок, тот не войдет в Него». И еще запомните, кто примет одного такого ребенка во имя Мое, тот Меня принимает. Будьте милосердны, слушайтесь Бога. Как ребенок слушает своих родителей и верит им, так и вы слушайтесь Бога и верьте в Него. Только так можно войти в небесное Царство. И обнимая детей, Иисус Христос ласково клал руки им на головы и благословлял их. Вот так велика любовь Господа к детям. Вот так велика награда за послушание и веру. Давайте мы с вами, дорогие друзья, постараемся быть всегда послушными и прилежными, быть правдивыми и скромными. Постараемся быть добрыми, не забывать Бога и молиться Ему. Постараемся быть такими, какими хочет видеть нас Господь. И тогда, сохранив чистоту души, мы тоже удостоимся Божьего благословения. А сейчас нам пришло время пожелать друг другу всего самого хорошего. Будьте счастливы, дорогие мальчики и девочки. И храни вас Господь.